Натаскал когда-нибудь на буксире Камазов? Когда будете ехать на Татарин Трофе, учтите, что вот это вот Николай, организатор гонок. Скажите ваши впечатления. Мы еще не доехали до трассы, а уже застряли. Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс. Это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Друзья, всем привет! Уже на улице весна, взяла свои права, светит солнышко, очень тепло, радостно на душе. И еще более радостно, что внедорожный сезон у нас открывается. 8 апреля состоится в местности от ИСТА, в 202 микрорайон, состоится гонки Татарин Трофи. Там будет внедорожный джип-спринт, будет GPS-ориентирование, ну и, конечно, гонки без правил. Все это действие начнется в 11 часов, ну а сегодня у нас четверг. Как говорится, за два дня до соревнований мы будем делать трассу. Ну, поехали! Я пришел на место подготовки трассы Татарин Трофи. Вот те ребята, которые будут это делать. Ребята, я уже блогер. Тоже буду делать? А, я тоже буду делать. Мы тебе дадим самую большую лопату. Ты таскал когда-нибудь на буксире Камазов? Нет. Я таскал в прошлом году. Это, короче, ежегодное. Он меня в прошлом году заставил Беларусь вытаскивать из канавы. Так, мы еще даже с дамбой не съехали. Уже начинается идти. Сами чуть не съехали. Тут, короче, опасная тема. Кажется, что здесь край. Но там не край, он не твердый. Это просто намечено снегом. Когда будете ехать на Татарин Трофи, учтите, что вот это все уже снег. Вот здесь. Это очень низкая дорога. И это наметено. Просто здесь уже все. Там идет спуск. Вот. Можно уйти вот так же. Ну, я думаю, вот эта ямка будет напоминанием об этом. Этой весной погода внесла свои коррективы. Несколько предыдущих дней шел снег и метель, поэтому необходимо было не только почистить трассу для гонок без правил, но и по возможности очистить саму дорогу до места проведения соревнований. Кстати, чтобы добраться до Татарин Трофи, нужно проехать до конца дамбы 202 микрорайона, далее по спуску налево, и по дороге вы приедете на соревнования. Кстати, многие спрашивают, почему называется Татарин Трофи. Просто вот Николай, организатор гонок, это его прозвище. Все очень просто. Продолжение следует... Николай, организатор гонок, скажите ваши впечатления. Мы еще не доехали до трассы, а уже застряли. Два раза? Да. А нам еще там чистить надо. Спасибо. Далее использовать трос было опасно и неэффективно, поэтому мы приняли решение добавить динамический рывковый трос. Еще давай. Нам в том направлении... Нам в том направлении надо... Короче, у нас тестовый автомобиль для проверки. Рекламная интеграция, друзья. Динамический трос. Русковой силой до 15 тонн. Коль это до 12 или до 15 тонн? Это... До 15 точно. 15, да? А может быть даже 20. 18, по-моему. Ну, в общем, технические характеристики не столь важны, сколь его практическая помощь. То есть, в те моменты, когда очень опасно, ну, нужен сильный рывок и опасно дергать обычным тросом жестким. Всегда-всегда помогает, конечно, динамика. Вот. Магазин Крузак Сафронова 2. Телефон 500-555. В общем, не только дрифтеры жгут резинку. Стрывание неизбежно. А мы сейчас опять пришли, да? Так, 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 давай-давай-давай! Кастан, кастан! Субим следом есть, короче. Вырвались из снежного плена, чтобы въехать в другой Мы приехали на место фестиваля спустя 2 часа Так, здесь будет город-сад Делаем здесь гитару вот так, озеро пересекаем вот так и вот так Карта сокровищ Тогда я прощурить буду флинтом Здесь просто после трамплина надо дать еще метров 15-20 И вот здесь вот где-то приземляться только Абатрия машина берет На трамплинах Абатрия машина берет Абатрия машина берет Надо ризнь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стратегия была простой, хоть и менялась на ходу. Присоединившийся к нам Дима раскатывал трассу, разбивал наст, а затем мы с КамАЗом ее чистили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Мы продолжаем делать трассу для Тоталин Трофи. Сейчас для подъема на гору КамАЗа решили сделать небольшой паровозик. Соответственно, КамАЗ, Сафар через блок. Здесь лебедкой. Вот этот ламбер. И наш помощник, советский автопром, УАЗик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идея из каски Репка оказалась неэффективной. Нас всех троих просто стаскивало вниз. В общем, мы вернулись к испытанной динамике и уже с ее помощью в очередной раз вытащили КамАЗ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жесть вообще. Первый круг сделали, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас пойдем второй. Да, ну, я не знаю. Наверное, сцепимся. Попробую сам, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более-менее стало похоже на трассу. Теперь остальное будет доделывать солнце. Немножко потает за два дня. Здесь у нас скрылась речка, короче. Вот такие дела. При использовании любого троса под большой нагрузкой просто необходимо использовать тросогаситель. Размещается он посередине троса и в случае разрыва гасит его разрушающую силу. Но в этой суете мы о нем и не вспомнили. И, как оказалось, зря. Да, короче, у нас тут минус одно стекло. Стропой попало сюда. Вмяло дверь. Разбилось стекло. Светело зеркало. Стропа сама целая. Нас подвел вот этот фал, который служил долгой верой и правдой. Перетерся посередине. Сейчас вот так на узел завязали. Посмотрим. Все, пробуем? Давай. Давай. Друзья, если хотите экстрима, да, обращайтесь к Николаеву. Это жесть. Нормальная поездка. Знакомьтесь, Николай. Менеджер по экстремальным ощущениям. Менеджер проблем. Генератор проблем. А, кстати. Вот, значит, смотрите. С нами все это время была Жигули. Видите, спокойно можно проехать на Жигу-клях. Тебе не КамАЗ, да? Жигу-клях можно вынести. Тихо, не газу, не гзык. Тут же меня тоже так. Сначала туда, короче. Мощак. Ну что, друзья, обязательно приезжайте в воскресенье, посмотреть на гонки. Потому что мы для вас стараемся. Я вот единственное, что не совсем уверен, что низкие автомобили проедут. Но если у вас машина 4WD, я думаю, без проблем можно добраться. Тем более, завтра будет работать погрузчик. В общем, приезжайте. В воскресенье в 11 часов будет старт. А я поехал в бестях за задней дверью. Потому что от такой старой машины просто стекло не найти. И так, ну что, мы поставили стекло. Хотели сначала поменять полностью дверь. Дверь мы благодаря группе Nissan Safari нашли. В нижнем бестяхе. Вот она находится здесь. Ну и, соответственно, потом решили просто переставить стекло. И вот этот у нас тоже пострадала. Ручка. Все как... Стало даже лучше. Потому что вот здесь, например, вот такую вот колхозную ручку поменяли вот на такую красивую, пластиковую. Все. Спасибо, Диме. Рад помочь. Юбилейный 10-й фестиваль автомотоспорта «Татарин Трофи» состоится 8 апреля в местности Хатестах, 202-й микрорайон города Якутска. Вас ожидают соревнования по дисциплинам джип-спринт, GPS-ориентирования и гонки без правил. Начало техкомиссии в 9.00, старт в 11. Справки по телефону в Якутске 72-73-02. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»